Приветствую вас. Для начала, я полагаю, что надо бы определиться с тем, что вы подразумеваете под «отлично», что вы подразумеваете под «хорошо», что вы подразумеваете под тем, что у вас все было нормально. Вы пишите отношениям 4 года, недавно было расставание на месяц, а из-за чего было расставание на месяц, непонятно, снова сошлись, решили начать совершенно новые отношения. Ну, здесь опять же, да, все то же самое, то есть непонятно, вот вы пишите, что сошлись, да, вы пишите, что сошлись. А что изменилось-то у вас? Ну, то есть вот вы сошлись, допустим, то есть даже не так, сперва вы расстались. А, сперва вы расстались, а, из-за чего-то. А потом, значит, соответственно, сошлись. Вот. Но спросите, а причины, по которым вырастались, они какие? Ведь совершенно очевидно, да, что, ну, что-то вас не устраивает. В отношениях, видимо, и девушку вашу, наверное, что-то не устраивало, раз она решила выйти из отношений с вами. А потом, когда вы, к примеру, решили сойти, опять, что-то должно было измениться, понимаете, что-то должно было поменяться. А судя по тому, что вы пишете, да, ну, ничего особо не изменилось. То есть, судя по тому, что вы описываете, никаких решений вы не принимали, вот. О том, как вы будете дальше двигаться в отношениях своих. Вот. Ну и, соответственно, я порагаю, что одна из причин, она именно в этом заключается. Вот. То, что не было выработано никаких решений. Вами. Вот. То, что не было предпринято никаких решений. Вами. Вот. Никаких решений именно, вот, а, значит, на будущее. Никаких решений именно на будущее. То есть, что на будущее, а, мы, мы делаем. Дальше. А. Понимаете? В общем, штука. Вот. Поэтому, мне кажется, так. Дальше. Может, сразу три-четыре у нас было волшебство. Что вы под этим подразумеваете? А. И резко пропало. Нет интимной жизни. А. Стороны девушки обрабатываются тем, что просто не хочет. Говорит, что, возможно, гормоны, всё такое. Извините. К врачу. Но она идёт к врачу или нет? Извините. А. Признать я её, конечно, не могу и не буду. Всегда она будет по оболюдному согласен. Ей, безусловно, постоянно отказом не надоело. Поэтому я вообще даже не пытаюсь. Я постоянно её хочу и не подаю виду. А. Вы спросите девушке о том, что если она не хочет заниматься с вами сексом, да, то должна быть готова либо к тому, что вы её будете изменить, либо она должна что-то делать, там, пройдёт к врачу и так далее. Либо, возможно, о штрафе всё-таки поговорить и спросить, может быть, у неё есть какой-то блок. Потому что если вы ссорились, расходились, то это могло бы влиять на то, что у неё пропало желание. Желание. Вот. И тут вам бы лучше вдвоём обратиться к семейному психологу и обо всём спокойно поговорить. Так было бы лучше. Эм. Так. Наши ответы может быть много. Что мне подправить вообще сделать? Ну, если вы девушку любите, делайте для неё то, что в ваших силах. Вот. Сделайте для неё просто в ваших силах, будьте с ней рядом, разговаривайте с ней, общайтесь с пратерью, радуйте её и так далее. Вот. Ну и заявляйте о своих желаниях, о том, что вы всё-таки с ней, что вы её хотите. В этом нет ничего плохого. Эм. И, собственно, нужно делать анализ ваших отношений и постараться выявить, что же, собственно говоря, там, такого, произошло, что вы расставались и почему вы решили, что можете настроить абсолютно новые отношения, хотя это, к сожалению, невозможно. Вот. Что-то мне кажется, что исходить вам нужно из этого. Только мне кажется так. Мне кажется, что исходить вам нужно, вам нужно именно из этого. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите публичку, буду вам помочь. Я надеюсь, что суть того, что я сказал, вам ясна. Да? Что нужно сделать анализ ваших отношений и определить, почему вы с чего ссорились, а что именно не нравилось девочке. Изменилось ли что-то сейчас. Вот. Взглядя из этого с девочкой нужно поговорить и выяснить, всё ли её устраивает, доверяет ли она вам и так далее. Потому что, скорее всего, секса нет, потому что она вам не доверяет, либо боится чего-то. Вот. И здесь уже смотреть. Либо девочка захочет вместе с вами поработать с психологом, либо сама обратиться. Вот. Либо всё-таки сходит к врачу и если психологических проблем никаких нет, да, то сходит к врачу и может там действительно что-то с ней произошло. Но я лично, если честно, не думаю. Вот. А в том, что касается сделать, я рекомендую ориентироваться исключительно на себя, исключительно на свои чувства какие-то. Да, то есть какие вот ваши чувства, так вы себя и ведите и, соответственно, не прогадайте. По крайней мере, ваше поведение будет естественным. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так. 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 Так.